Итак, добрый день! Мы только что закончили с вами конкурс номер два, который мы начали 19 мая, в День пионерии. И я в конце своего выступления хотела сказать вам, будьте любезны, пришлите мне какие-то идеи для следующего конкурса. И когда я привязала мысли ко Дню пионерии, я вспомнила, что завтра у нас День защиты детей по российскому календарю. Поэтому с 1 июня, вы сегодня проснетесь, у вас уже 1 июня, а у нас это будет немножечко погодя, объявляется конкурс на следующие 10 дней. И тема конкурса будет такая. Мой ребенок, кто и что это для меня? Давайте вот про это поговорим. Я не буду, я уже хотела предостережения говорить, не будет никаких предостережений. Вот просто излейте душу, излейте душу. Не спешите, может быть, денек второй подумайте, поносите эти идеи, чтобы у вас эссе получилось достойное. Условия конкурса, как всегда, вы должны быть моим подписчиком, вам должно быть старше 14 лет или иметь разрешение от родителей на участие в конкурсе. И вам этот конкурс должен нравиться. Кстати, я не посмотрела, девочка мне поставила там лайк или нет, я обязательно посмотрю. Я обязательно посмотрю. А вот призы на следующий конкурс у нас будут посерьезнее. Может быть, а может быть, нет. Нет, кто как посчитает нужным. У меня есть старая видеокамера. Очень удобная. Она легче моей. И у нее вот такой же удобный ремешок, но в моем новом ремешке здесь есть зарядка. И мне очень удобно, что я везде могу подзарядиться и в машине, и везде вращающийся экран. Это Сонечка. У меня есть вся информация про эту камеру, как ей пользоваться. Она, наверное, не заряжена, никак не прореагировала, потому что я ее давно не пользовалась. Я ее заряжу перед тем, как отправлять. Но у этой камеры есть одно ноя с золотой, я могу заправлять везде. Вот такой вот огромный у нас зарядное устройство. И заряжается оно только от электричества. Может быть, сейчас современные мальчики что-то найдут, и девочки, как приспособить это проще. Но вот это вот все с собой надо было таскать для того, чтобы зарядить. Но тем не менее, камера лежит у меня уже полгода. Я готова с ней распроститься. Если победитель предпочтет выбрать этот подарок, добро пожаловать. Если не предпочтет, Ленуся принесла мне от Алекса, наверное, Мария читается, не знаю как. Две пары обуви ни разу не одевались. Вот такие сандалики девятого размера. Это тридцать девятый. Тридцать девятый по-русски. Вот такой вот он у нас. Это черный цвет. И точно такая же коробочка. Вторая. А что, тоже черный, что ли? Не может быть. Наверное, одни темно-синие, одни черные. Не может быть, чтобы она две пары себе взяла. Потому что, она говорила, было у нее их таких пять пар. Ну вот, те кому-то уже подарила, какие-то одела. А эти не одеванные. Тридцать девятый размер, если девочки хотите. Босоножечки, пожалуйста, я в посылочку положу. Отправлю. И она же принесла вот такую вот кофточку шанелевого стиля. Но не от Шанель. Оно неизвестно от кого. Все зачиркано, потому что фирма дорогая. Но у нее есть вот такой недостаток. Она уже сейчас, когда ее никто не носил, она начинает закатываться. То есть, вам будет работа вот эти хокоряшки постоянно сбривать. Вот они уже появились. Она у меня тоже на плечиках просто повисела и повисит до вас. То есть, если желаете, добро пожаловать. Она купила маме вот эту кофточку. Ошиблась с размером. Было написано, что ладж. А на самом деле это не ладж. Это мой размер где-то, ну, 46-48. И как всегда у нас остается моя живопись, если хотите, и все, что предлагалось раньше. То есть, кроме того, кроме того, я как-то раньше не подумала, а теперь вот сообразила, что у нас же очень много вышивальщиц. И если победительница захочет получить от меня не фотоаппарат, и не туфельки, и не картинку, а захочет набор ниточек, что для вышивальщицы весомая вот такая вещь, которую она хотела бы иметь, я с удовольствием вам их куплю. Вы просто мне пришлите списочек, какие ниточки и в каком количестве. Я делала так. У меня одна девочка из Хабаровска, откуда-то далеко-далеко или из-под Хабаровска. Она покупала витаминки и сказала, говорит, я не затруднит. Я говорю, нет-нет-нет, давай высылай мне списочек, я все тебе пришлю. И мне это легко. Не думайте, что вы меня обремените какими-то тут заботами. У меня все здесь за углом, у меня куча свободного времени, у меня лето. Я буду очень рада вас побаловать, купив вам те ниточки, какие вы хотите. А сегодня я объявляю конкурс. И этот день самый лучший. Всего доброго. Пока-пока.